Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с биографией. Фернандо Эстевес. Скульптор. Был испанский скульптором 18 века и из Ла Ротава Тенериф. Фернандо Эстевес считается одним из самых известных скульпторов Канарских островов. Я цитирую Википедию. Известен как создатель образа Девы Канделарийской, покровительницы Канарских островов. Фернандо Эстевес родился в 1788 году в Ла Ротава, северном городке острова Тенериф, где у его отца была собственная мастерская по изготовлению серебра на дому. С самых ранних лет Фернандо проявлял врожденный талант к классическому искусству, используя знания о столовом серебре, но прежде всего в дизайне. У Фернандо было большое призвание художника-пейзажиста. Первое художественное образование Фернандо Эстевес получил во францисканском монастыре Сан-Лоренцо в Ла Ротава. Там он познакомился с художником, скульптором и архитектором Хосе Луаном Пересом. Поэтому работал в его студии в Лас-Пальмосе и Гран-Канария до 1808 года, когда Фернандо Эстевес открыл собственную мастерскую в Ла Ротава. В 1836 году он открыл мастерскую на Тенерифе, в Санте-Круде-Стенерифе. После этого он также преподавал в провинциальной академии изящных искусств. Его скульптуры представляют исключительно религиозное тело. Среди его самых важных работ на Тенерифе скульптуры распятого Христа, найденной в капитуле собора Ла Лагуна. Кроме того, изображение, изображающее крест Иисуса в Оливковом саду в церкви Ноэстро Синьоре де Ла Концепсион, Сан-Креставаль де Лагуна, и непорочное зачатие, которое находится в той же церкви. Его самой известной работой, несомненно, является дева Галарийская, покровительница Канарских островов. Созданная в 1827 году, чтобы заменить оригинальное изображение, которое исчезло в 1826 после шторм. Его работы встречаются и на других соседних островах. Умер в возрасте 66 лет, 14 августа 1854 года. Ну вот так вкратце о Фернандо Эстерис, скульпторе Канарских островов. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok